Целью встречи молодежного совета с главой администрации стало обсуждение проделанной ребятами работы и установкой курса движения организации на ближайшие месяцы. Будем подводить итоги. Форум, который прошел на прошлых выходных, назывался он «По делу». И будем представлять те проекты, которые были выданы на каждой площадке круглого стола. Постараемся на самые интересные, самые значимые и самые реализуемые, которые есть на сегодняшний день, нанести Олегу Владимировичу и постараемся найти поддержку для ее реализации этих идей. А идей таких очень много. Начиная от возведения физкультурно-оздоровительного комплекса, спортивных площадок и установкой там фонарных столбов, заканчивая организацией веселых новогодних мероприятий и, самое главное, созданием медиа-центра. Площадки для решения вопросов и информирования молодежи, штаб которой будет располагаться в кинотеатре «Искра». Одна из основных проблем, которые ребята обозначили, это информационная не то, что блокада, но какая-то разрозненность. Не хватает какой-то централизации процесса. Ребята были не против, если мы создадим полноценный, нормальный районный медиа-центр. Я бы хотел предложить его сразу создать на базе молодежного центра. Молодежный совет – общественная организация. Они не получают денег за свою работу и средства из районного бюджета не распределяют. Их основная задача – подсказывать администрации, что хочет молодое поколение. Как показала встреча, власть к их советам прислушивается. На следующий год мы с вами запланировали еще более грандиозную программу, причем комплексную программу. Мы обеспечим это все деньгами, потому что это все будет уже в бюджете. Бюджеты мы все рассмотрели. Олег Хромов считает, что вести постоянное общение с участниками молодежного совета необходимо. Они помогают взглянуть на положение вещей под другим углом. Мы должны ставить перед нами неудобные темы и очень часто пользоваться тем, что называется в простонародье сарафанным радио, для того, чтобы доносить нам какие-то новые проблемы, которые, может быть, мы не обратили бы внимания в обычной жизни. Помимо участия в молодежном совете, активисты еще и представляют местные общественные организации. Например, военно-патриотический центр «Застава». Ребята считают, что именно проявление такой активности помогло обратить на них внимание власти. А с их поддержкой они собираются сделать будущее гораздо светлее. Александр Шишов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.